Тему занятия мне подсказал один очень известный герой. А мед, я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Вполне. Хватило бы мне. Пока. Половина горшка. Так, куда это я собрался идти? Ах, да. Майский мед это самый первый мед, который откачивают пчеловоды. Его пчелы собирают цветущих плодовых деревьев, кустарников, цветущих лугов и полей. У растений в это время очень много сил, желания жить и развиваться. И все эти свойства в нектаре, а значит и в меде, который собирают и делают таким полезным пчелы. В природе пчелы живут большими семьями в дуплах деревьев, в расщелинах скал, могут жить под крышами домов. Пчелы, которых разводят специально, живут в ульях. Место, где ульи стоят, называется пасекой. Пасека обычно находится там, где много цветущих растений. Бывают передвижные пасеки. Пчеловоды специально перевозят ульи на цветущие луга. Пчелы хорошо запоминают, где расположена их пасека, улей и всегда возвращаются домой. На специальных деревянных рамках, которые ставят в ульи пчеловоды, пчелы сами строят соты. Это идеальные шестиугольные ячейки. Собрав нектар с цветочков, пчелки возвращаются в ульи и заполняют соты. Пыльцо пчела приносит на задних лапках. Пыльца очень вкусный и полезный продукт. Когда соты заполнены нектаром, который превращается в мед, пчелки закрывают их специальными восковыми крышечками. Запечатывают, как это делает мама с баночкой с вареньем. Пчелы могут больно укусить, поэтому пасечники используют специальную одежду и шляпу с сеточкой. Чтобы собрать мед, пчеловоды вынимают рамки из улья. Конечно же, не все. Пчеловод никогда не оставит своих питомцев голодными. Соты распечатывают и с помощью специального устройства откачивают мед. Смотрите, как это происходит. Мед капает, лежит. В магазин еще поставил. Попробуем. Мед капает, лежит. Пробуем. в этом году мне нравится я еще пробовал совсем немножко его но у нас а попала он видно какой золотой а мед бывает разным по цвету и по вкусу все зависит от того с каких растений пчелы собирали нектар есть мед майский липовый гречишный цветочный акациевый разнотравный именно благодаря пчелкам труженицам на наши столы попадает такой вкусный и полезный мед ответьте теперь на такие вопросы почему мед называют майским а почему липовым а почему гречишным как называется профессия человека который разводит пчел а какой формы соты почему мед очень полезен переходим к творчеству сегодня я предлагаю сделать улей из мультика нам нужен пластилин досточка стека разделим пластилин на части из одной скатаем шарик и сплю с ним это будет дно из остальных скатаем колбаски жгутики свернем жгутики в колечки и соединим все маленький кусочек пластилина закроет улей сверху сделаем отверстие это будет вход для пчел дополнить можно веточкой листиками творите фантазируйте удачи ваше внимание это будет ваше внимание для пчел а это будет ваше внимание чтобы она выжила